Для учреждений общего образования мы видим самые главные задачи для наших педагогов и для наших учителей, директоров образовательных организаций, то есть для директоров школ и для директоров учреждений дополнительного образования все-таки организацию работы с обучающимися, которые находятся на каникулах дома. Почему это важно? Потому что задача безопасности и задача занятости детей в каникулярный период даже в досрочно каникулярный период она априори определяется графиком их занятости в течение дня. Мы говорим о том, что в обычные каникулы ребенок также должен быть занят в течение дня, его деятельность должна быть организована. Говоря о такой ситуации, о принятии таких мер, мы работаем на том же самом принципе и руководствуемся тем же самым принципом и работа детей, которые, деятельность детей, которые сейчас находятся дома, также должна быть организована. И в связи с этим поставили задачу перед нашими директорами учреждений дополнительного образования. Та же задача стоит перед директорами учреждений муниципального уровня дополнительного образования. Выйти через группы ВКонтакте, через информационные ресурсы на программы, которые можно реализовывать в режиме онлайн или в режиме оффлайн с этими же детьми. То есть заменить технологию работы. Мы сегодня с утра провели несколько совещаний, обсуждали это с коллегами муниципального уровня. И такая работа и наши региональные центры дополнительного образования, наш центр «Импульс» и центры дополнительного образования народной традиционной культуры, технического творчества. Как раз им сегодня поставлена задача по вертикали организовать такую работу с учреждениями дополнительного образования, чтобы каждый ребенок был занят в той же системе, просто в другом режиме по реализации программ дополнительного образования. Вторая задача – это задача перед учителями, директорами образовательных организаций, для которых в рамках трудового законодательства организация работы продолжается, то есть трудовая деятельность продолжается. Это организация взаимодействия с детьми в рамках учебных ресурсов, которые сегодня открыты, и причем открыты бесплатно. Это огромный ресурс, связанный с электронной школой, это огромные ресурсы, связанные с издательствами, которые сегодня предлагают в рамках учебных пособий, открытие бесплатных ресурсов. Эту информацию мы сегодня получили на совещании с Министерством просвещения, поэтому весь список электронных ресурсов, которые можно использовать, в том числе и для закрепления материала, для выполнения каких-либо заданий, как наши учителя, педагоги области, так и наши дети получат. Мы создаем центр, он уже сегодня начинает работать, методический центр на базе Института развития образования для помощи учителям, который будет работать с сегодняшнего дня с учителями области для проведения консультаций, для предложений по организации работы с учащимися области. Что касается учащихся старших классов, я думаю, что беспокоит сегодня больше всего, наверное, ситуация родителей, тех обучающихся, которые выходят на итоговую, государственную итоговую аттестацию. Это в рамках 11 класса, в рамках 9 класса. Я предлагаю эффективно использовать ресурсы, которые у нас существуют на федеральной базе, это Федеральное институте педагогических измерений. Наши выпускники, наши учителя знают об этих ресурсах и использовать эти ресурсы для также заданий для обучающихся, которые могли бы быть проведены в этот период, для самоподготовки. То есть эффективно использовать этот ресурс для того, чтобы продолжать готовиться к государственной итоговой аттестации. Безусловно, Роспотребнадзором принято решение о переводе досрочных экзаменов учащимся для желающих сдать их в 11 классе. Они переводятся в основные сроки в резервные дни. Дополнительные решения будут приняты позже. Возникают вопросы по написанию всероссийских проверочных работ. Значит, всероссийская проверочная работа в электронном виде передается в каждую школу. И каждая школа имеет право и такую уникальную возможность самим определять сроки проведения всероссийских проверочных работ. Поэтому нужно изменить сроки и отложить их на более поздний период. И эти рекомендации мы сегодня тоже даем нашим руководителям муниципальных органов управления образованием. Что касается учреждений среднего профессионального образования в эти же сроки, с 18 марта до 1 апреля их работа переводится в дистанционный режим. Мы в этом режиме с учащимися среднего профессионального образования может быть работа в меньшей степени, потому что у них практика ориентированной программы. Но, тем не менее, уже в рамках ряда совещаний мы определились. У нас есть очень хороший ресурс информационный на базе учреждений среднего профессионального образования. Это электронная библиотека. В рамках электронной библиотеки содержится весь комплекс учебников, методических материалов, которыми могут пользоваться дистанционно и учителя, и обучающиеся. И используют их уже в учебном процессе. Поэтому главная задача каждого техникума, каждого колледжа определиться именно с формой проведения занятий, то есть переходом на дистанционный режим, информировать об этом обучающихся, назначить ответственных, и эту работу выстроить с сегодняшнего дня.